Кого-либо унизить, уничижить или открыть стыду вашему, Город Господь. Кипец! Вот и скобя крыма годовость нагады. Как сын мой говорил, отец не судит никого, ведь суд отдал сыну, а сын сказал, я не суду никого. Так и ныне возвышает вам Господь. Я суд отдал вам. Как написано, если бы вы судили самих себя, Город Господь. Кибериньи, фанзуту, фантоха. Ну, знаете, придет день, когда буду судить народный Город Господь. Гамра зон. Особенно тех, которые не покорались Словом Ему и Евангелие, Город. Которые жили по упорству сердца своего Город, нас не коснется. Но которые судили себя и смирались предо мной, Город Господь. И Город Господь, и здесь не устоял, и там и ныне. Прости, буду милостив таким Город Господь. Помните Моисея, когда я ему сказал и старейшинам, зайти на гору, то все испугались. Но Моисей имел дерзновение, потому что был непорочен перед моим Городом. Пробирайте свое сердце. Если дерзновение есть, совесть не осуждайте. Идите к престолу благодати за милость, Город Господь. Сам Рам бьет, он добрый бак. Если не позволяет вам совесть и разум ваш, и слава мою, Город Господь, обращайтесь к моему сыну, как ходатай в вашем Городе. Он стал милостивением за грехи ваших, Город Господь. Он постоянно возле меня находится, горит за каждого из вас, отец. Эта дочь моя согрешила, но она осознает, она каяться. Прости ради меня, и ради моего сына я вам много прощаю. Но если вы нормы, и оправдите себя, и говорите, а что здесь такого, так все делают, тогда не может сын ходатай, слава. Судите себя, испытывайте себя, проверайте по Слову Моему, Город Господь. И просите, чтобы я дал совесть, освященный духом моим, Город. У вас даже малейшее повышение голоса, упорство проявленное, громко Слово сказанное, будет вас судить. Настолько я хочу освятить вас, говорит Господь. Либо написано, святый будьте во всех поступках. Все купи, а то. Знаете, каждый из вас будет очищать очень тонкой очисткой. Вы столько тонкую, что будете иметь дерзновение в день омий, сказать, гради Господи Иисусе, говорит Господь. Кеп, торбан. Кто из вас готов сегодня сказать такие слова, говорит Господь? Не повесать обе число. Я вижу, нет дерзновения, говорит Господь. А я дам дерзновение, и освящу вас, говорит Господь. Будьте податливы, как глина подается рукам горшечника, и не противится так вы. Если я буду упрекать, смирайтесь. Если буду наказывать болезни, припоминайте, и говорите, Господь, ты прав, я заработал этого. Если буду иное что сделать, и устроить, говорите, Бог дал, Бог забрал. Соглашайтесь с моей волей, хуже не будет вам, говорит. Все, что я буду делать, это к вашему благу, говорит Господь. Так будет спать, Рус. Есть люди, которые привязаны к земле. Будут даже допускать болезни, и сказать, мне интересно мне, не поле, не земля, не техника, не бизнес, ничего интересного. Так будет тревать. А которые так могут один день бросить, то будете в здравии, аж до последнего дня. Жить и пользоваться, и бросите, и будете восхищены. Кам я потвес, пан, 21-й. К славному, но и к трудному, говорит Господь. Духовное будет славное, материальное будет трудное, говорит Господь. Учитесь, как апостол Павел сказал, я научусь всем, всему, и во всем, говорит Господь. И ебать сватер, и егунсфатер. Мне не будьте благодарны за изобилие, когда будет скудность, говорит Господь. Припоминайте время прошлое, говорите. Бог дал, и мы попользовались. А мне дай Божим терпенье пройти, и отрезок жизни. Но веду и сохраню, говорит Господь. И Мобиас. Головной смертью не умрете, не вы едете вас, говорит Господь. Насиловать вас не будут, говорит Господь. Кудспенверсендуфатер. Весь невинно убивать не будут, ибо я поставлю ограду над вами. Готовьтесь к тому, что окмое над вами вседневно, и день, и ночь, говорит Господь. Что бы еще не происходило в этой стране, знайте под моим контролем все, говорит Господь. Что не знают правители, сегодня знают разведка, говорит Господь. Сегодня знают люди поинформированы, что я знаю, говорит Господь. Даже наперед, и я буду вам говорить, если будет вам грозить опасность, предупреждать наперед, буду говорить. И близьтесь ко мне, и я буду с вами как с Моисеем говорить. Благу вашему, хочу научить вас иметь не дистанционное отношение со мной, а очень близкое, говорит Господь. Как вы берете мамы и детей на руки, смотрите им в глаза, и беседуйте с ними так любвиобильно, так я хочу с вами каждый, говорит Господь. Для этого я вам дал Духа Своего Святого, и хочу, чтобы вы ко мне приблизились через ваше освящение, и будет благо вам, так говорит Дух Святый. Аминь. Аллилуйя.